Если ступить неосторожно, тут можно так свалиться, что переломать руки и ноги. Сергей Дмитриевич недавно стал дедушкой. Внуку всего 9 месяцев. Жить бы дорадоваться, да крыльцо не даёт. Ходить по нему настоящая пытка, особенно с ребёнком на руках. Это столько нервов уходит, чтобы спуститься и подняться. Коляску, если поднимаешь, тоже. Я сколько раз спотыкался, один раз чуть не упал с ним. Чудо как-то просто, и всё. Это вот, представляете, маленьким ребёнком спускаться по таким ступенькам. Крыльцо в таком состоянии, по словам жителей, уже полтора года. Даже собакам трудно по нему карабкаться. Управляющую компанию жильцы завалили просьбами отремонтировать разбитые ступеньки. Спускаемся еле-еле. Поручни все в ужасном состоянии. С маленькими детьми вообще неважно спуститься. Просить отремонтировать крыльцо люди начали ещё в 2016-м. Удивительно, как управкомпания сама не догадалась этого сделать. Ведь немалые деньги на текущий ремонт собирается людей регулярно. Каково же было удивление собственников, когда буквально накануне они узнали, что деньги на счету дома отсутствуют. Сейчас на данный момент у нас баланс дома минус 44 тысячи. Идём с жильцами в управкомпанию выяснять, куда делись деньги. На первоочередные нужды пошли, отвечает директор. У дома была проблема с отопительной системой. Теперь её отремонтировали, и жильцы зимой не замёрзнут. Там была замена водоподогревателя. То есть одна секция водоподогревателя – это минимум 20 тысяч. Что касается крыльца, то ремонтировать его значит выбрасывать деньги на ветер, считают его прав компании. Поскольку с 2016-го дом в программе капитального ремонта. Крышу уже отремонтировали, а вот на ремонт фасада, а вместе с ним и крыльца, никак не найдут подрядчика. Но это вопрос уже не к управляшке, а к фонду капитального ремонта. У нас просто в городе Владимире есть проблема. По ремонту фасадов не так много подрядных организаций. Именно по этому адресу уже четвёртый раз будут проведены торги. Вот 9 октября уже аукцион. Думаем, что состоится. Но если не состоится, будем, соответственно, перевоставлять. Но потенциальные подрядчики уже есть интересующиеся. Это подрядчики из города Владимира. В фонде капремонта подтвердили, если торги состоятся, то подрядчик не только покрасит фасад, но и сделает крыльцо. Также поменяет все балконы и окна в подъездах. Стоимость работ оценивается примерно в 3 миллиона рублей. Но если с четвёртого раза подрядчик на капитальный ремонт фасада и крыльца не найдётся, а жильцы больше не захотят ждать, то управкомпания пообещала, что сама отремонтирует вход в подъезд в счёт текущего ремонта. Но жильцы должны понимать, когда начнётся капитальный ремонт, этот уже отремонтированный вход в подъезд снова будет переделываться. Так велит проект ремонта всего дома. Так что если у жильцов лопнуло терпение, за одно и то же крыльцо они рискуют заплатить дважды. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал.